Я пообещал Валентину, что я запишу некоторые вещи, которые помогут нам соединиться с душой истории нашего народа. So, I just want to record a few things. Record like what? For you. One minute. How much do you charge for that service? Oh, he is giving me $10,000 for these. $550,000 гривна. You are expensive. Okay. Now, of course, the deepest soul connection for the Jewish people is what? What prayer? The Shema. Shema, молитва, Shema. You all know it. But I wanted to share how we add the Yeshua part to it. So, we sing it like this. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem, Kevod Malchuto, Le'olam Vaed. Now, I do it in sephardic, Israeli, not Ashkenazic. I do it in sephardic, Israeli, not Ashkenazic. But then we add this. The Yeshua confession. The Yeshua confession. It's confession of faith. So, we go right into And then we often just say the first part of And that's all we do. Okay, now, before the Torah, well, first I mean the Shemona Esrei, we had a modern version of what to do with the first three verses. Yeah, of the first three blessings. So, we do it like this. Because the Shemona Esrei is the second most important part of soul. Because the Shemona Esrei is the second most important part of soul. And then we would just go from that to Melech Ozeer Hu Mashiach Hu Magen Baruch Atah Adonai Baruch Atah Adonai Magen Avraham Baruch Atah Gibur Le'olam Adonai Atah Gibur Le'olam Adonai M'chayim Etim M'chayim Etim Atah Rav Le'hoshiyah And then Переход Переход К следующему благословению Baruch Atah Gibur Le'olam Adonai M'chayim Etim Baruch Atah Gibur Le'olam Adonai Tzehlohim Etim Tzehlohim Tzehva'or Cha-yeh ve-hove ye-hove ye-hove ye-hihieh Cha-yeh ve-hove ye-hihieh Это прямо там находится. Поэтому вот как это все повторяется, это очень легко, до служения Торы, и после поем, и вполне вы тоже знаете. Продолжение следует... 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 Он древо жизни для тех, которые слушают от Него. Его пути приятны, все Его пути мирны, свет на нашем пути, настоет истинный Бог для нас, да, Его пути приятны, все Его пути мирны. Он наполняет наше сердце, чтобы исполнить Его волю. Нас Он обновляет свою силу, чтобы мы жили по Его Духу, Господь. Наш учитель еврита может помочь в еврите, когда это будет учить. Именно вот то, что я пел сейчас, рассказывал, это заняло меньше, чем 10 минут. На самом деле это даст чувство глубокой укорененности в душе еврейских людей. Конечно, все эти песни — это библейские отрывки, отрывки из Библии. Плати продолжим. Пару добавлю моментов о Мак-Зоре. Самая важная молитва на Великие Праздники. Авину Малкейну, которую мы говорили вчера, наш Отец и наш Царь. И так же я напевал ее вам. Что очень важно в этой молитве, то, что вы просите прощения за всевозможные грехи, и чтобы Бог аннулировал злые указы против нас, избавил нас от наших врагов. Но снова и снова в молитве более современные общины поют в хором. И что они говорят? Что они поют? Самим по себе нет у нас праведности, нету добрых дел. Но только все это благодаря Твоей благости и Твоей милости. Это очень важное исповедание. И очень полезное. Во-вторых, нужно знать, что на второй день Роша Шана читают Акида. Что такое Акида? Это история о жертвоприношении Исаака. И в иудаизме мы молимся Господу, чтобы Он простил нам наши грехи на основании того жертвоприношения Исаака. Вы знали это? Поскольку это очень близко нас подводит к поращению грехов через жертву Ишуа. Это очень важная параллель. Особенно, потому что жертвоприношение Исаака указывает на Ишуа. И в иудаизме это основание системы жертвоприношений. Вау. Скажите, скажите, вау. Вау. Нет, скажите, ух ты, на русском. Ух ты. Это очень такая детализированная молитва и исповедание. Также на Роша-Шана мольба Бога. Пи-я-тим. Пи-я-тим. Это как гимн, как мольба, прошение Бога милости. Пи-ю-ты. Пи-ю-ты. И что еще хочу так сказать? Что на Роша-Шана очень важная молитва, которая указывает о разных моментах творения и о каждой сфере человеческой жизни, об ангелах, о властях, начальствах, и прохладает о том, что Бог царь над всем. И что все провозглашает царство Бога. То, что Бог царь. Это очень длинная молитва. И там снова и снова повторяется фраза. Господь царь был царем. Господь будет царем во веки веков. И второе. Когда мы подходим к празднику Йом-Кипур, думаю, две самые... Ашамну. Когда они били себя в грудь. Ашамну. Рагаду. Знаете это? Кто-то же сбылся на Боге. И это также множество исповеданий в твоем молитве. Но самое известное Алхет. За грехи. И когда вы читаете молитву Алхет, я поощряю вас, чтобы вы также прочли ее. Либо вы захотите ее лично использовать в своем исповедании. Вы найдете самый полный перечень всех грехов, которые только может быть на любом языке. Там такие грехи, перечисленные, о которых вы даже не мечтали. Которых вы даже не думали. Даже не представляли. Но они есть в том списке. Полный перечень всех грехов. Это очень важно. В еврейской молитве в основном вы просите не только прощения за свои грехи. И вы говорите, я же не делал все эти грехи. И еврейская молитва это не в том, чтобы прости меня. Но прости нас. И вы поймете, что это ходатайство. Допустим, какие-то евреи где-то совершили эти перечисленные грехи, упомянутые. Это означает, что Израиль совершил грех. Поэтому нужно думать в плане общественном таком коллективе. И в наших служениях мы добавили молитву Алхэт. Грех нашего народа за то, что отвергли Иешуа. И в отношении христиан мы добавили фразу грех церкви за то, что они принимают еврейский народ. Какие-то вопросы по этому? По поводу прости нас, еврейской традиции, ходатайственная молитва. Вы сказали, «Отче наш» она тоже как бы ходатайственная молитва. Можно ли найти в этой молитве «Отче наш» как бы форма, где мы говорим и прости нам долги наши, как и мы прощаем долги должникам нашим. А в то же время, если кто-то не простил, можем ли мы навлекать из-за непрощения другого на себя наказание Божьего? Вы знаете, что Jewish пряи – это пряи от intercession, и Господь пряи – это пряи от intercession. И когда мы говорим, «Поги нам our sins как мы forgive sins для других». Но, что если другие люди не пропали, и Бог не исполнила нас для этого, что он не исполнил? Спирит? У… everyone suffers Каждый страдает за общее состояние общины, и каждый благословляется в результате общего такого состояния всех. Ты можешь, как человек, ты можешь силен быть в Боге, что ты что-то преодолеваешь, побеждаешь, но не всегда ты все преодолеешь. Например, если тело верующих в Одессе было на самом деле в единстве, если бы все пасторы заботились о успехе каждого, и соединились бы вместе в своей стратегии, в молитве, в стандартах дисциплинарных, и вошли бы в завет друг с другом, как и должно быть, то ты бы увидел излияние Духа Святого, и экстраординарное исцеление, больше финансового обеспечения, больше исцелений, и уровень благословения увеличился бы очень сильно, и все вы страдаете из-за этого. Можешь ли ты испытать исцеление сам, как человек, финансовое благословение, как человек индивидуально? Да, но никогда не сможешь, если только все тело не придет на этот уровень. Видишь ли это? Теперь другие вопросы. Теперь мы перейдем к событиям еврейской жизни, еврейский цикл жизни. Это важные такие отправные точки, отправные моменты еврейской жизни, и цель в том, чтобы придать больше смысла этим событиям. Какое самое первое событие в жизненном цикле? Рождение. События. Рождение. И для мальчика, как называется? Восьмой день, на восьмой день, обрезание. Поэтому мальчика обрезывают, и благословение очень просто, оно есть в сидуре. Кто унесет ответственность за обрезание? Отец особенно. Но отец не будет сам обрезать. Поэтому отец держит ребенка, в то время как эксперт производит обрезание. Как зовут эксперта? Мохел на имити. Мойл на идиша. И он говорит благословение. Иногда мы также благословляем. Благословение вот какое, как всегда. Благословение, Господь Бог, Царь Вселенной, освятивший нас своими заповедями, заповедовавший нам исполнять бритмилу, обрезание. И посредством этого ребенок присоединяется к завету с Авраамом. Авраам и его заветом. И таким образом ребенок на самом деле становится частью еврейского народа. Это знамение, это знак того, что ты принадлежишь еврейскому народу. И кто может сказать, почему, почему, такой деликатный вопрос, почему этот знак, именно на том месте, почему не палец, не ухо, не нос, или небольшой палец? Почему еще? Потому что это интиматный отношение с Богом. Окей, интиматный. Почему еще? Бог сказал, commandment. Да, но почему? Почему? Пурито. Почему? Что производится? Children. Дети. Поэтому видите, что этот завет для вас и ваших детей. Это как завет со всем народом. Поэтому ребенок не выбирает быть евреем. Допустим, в случае, когда человек решает быть христианином, и он является частью народа. И так он уже посвятил себя, что начиная со самого дня, его дети также причисляются к народу. И также освящаете сексуальность, начиная с восьмого дня. Это очень удивительно. Что происходит с девочкой, ребенком девочка? Ее посвящают Богу спустя месяц. И что интересно в этом, то есть обрезание — это семейный такой завет. И в Библии, в противоположность раввинам, именно отец определяет религиозное личное сознание семьи. Поэтому что, если мать еврейка, а отец нет? Могут ли они, соответственно, из Библии вырастить ребенка еврея? Да, его обрезывают. Так, чтобы его семья считалась еврейской. Если отец не еврей, его обрезывают, отца. Так, чтобы его семья считалась еврейской. И все же тот, кто определяет все, это отец в основном. А в иудаизме говорят, что мать. Поэтому происходит конфликт между Библией и раминстическим иудаизмом. Если вы изучите все тексты о браке и неевреев, и евреев, то вы видите, что кто-то, кто все определяет, это в основном отец. И в этом проблема халахи. И в 12 лет время бар-митсвы. В ортодоксальном иудаизме только это с мальчиком происходит. Но в консервативном и реформатерском иудаизме есть также и бат-митсва. И почему бар-митсва в возрасте 13 лет? Почему? Какова разница между 10, 11-летним и 13-летним? Сексуальное развитие. То есть мальчик уже может делать детей. И знаете что? Лучше, чтобы он стал мужчиной. Если когда ему 13 лет, он может детей рожать, то тогда он должен нести ответственность за Тору. И также его сексуальность должна быть в завете брака. И в древние дни, когда женились 15 лет, не было такой проблемы. Вы как бы часть своей семьи, всего родства, всего колена. И поэтому было так много поддержки, много поддержки в окружении, что вы могли стать папой, мамой. И теперь в чем основная идея? Вы обучаете ребенка, чтобы он был ответственен за Божьи заповеди. И когда ему 13 лет, то теперь он ответственен. И до бар-митсвы носил ли мальчик талит с цветами? Нет. Почему нет? На него нет ли ответственность родителей? Его родители были ответственны. Его родители были ответственны. Но теперь он ответственен. И, к сожалению, И очень жаль, что еврейское общество, еврейская община утеряло свою способность передавать реальность в этом вопросе. Потому что на самом деле обучение в бар-митсве, после бар-митсвы, это ученичество. Митсвы — это заповедь. И что Иешуа сказал? Научите их соблюдать все то, что я заповедовал им. И очень это еврейское становится, если мы переводим это на еврит. Научите их исполнять все мои митсвот. Поэтому ребенок должен научиться не только тому, как читать еврейские писания и проходить через весь ритуал. Он должен быть научен, быть ответственным как ученик, ученик еврейского народа. его учат, каковы же вообще митсвот. И в моей семье наши дети прошли ученическую программу «Достигая зрелости». Так, книга, которая есть у некоторых из вас. И вы скажете, что они в 12 лет проходили это? Да. И они так и сделали. Я не проводил бы бар-митсву для ребенка, который не посвящен Ишуу, а не посвящен следованию за Ишуу. Потому что я не хочу, чтобы это было какое-то шоу. И если ребенок посвящен и если его учат, то когда ему 13 лет исполняется, а если он медленно развивается, то 14. И нет вообще временного возрастного лимита, можно в любой возрасте это делать. Есть и взрослые, которые проходят бар-митсву. И тогда ребенок выходит в служение, читает Писание, Тора и Хаф-Тора, одевает первый талит, также ведет другие части служения. И поет шма. И почему молодой человек это делает? Потому что все евреи и священники. И все мужчины должны быть способны вести миньян или служение. Потому что что мы говорим о еврейском служении? Это служение, ходатайство за восстановление мира. то есть вы предоставляете этому ребенку обязанности взрослого. И когда вы это делаете правильным образом, то происходят перемены в молодом человеке. мы это видели в каждом из наших детей. И даже тот ребенок, который погиб, трагично, он так обрадовался, что у него будет подготовка к бар-митсве с папой. Вот в чем разница. Когда отец обучает своих детей, это так много сил им содержит. Я взял всех своих детей в Нью-Йорк увидеть, повидаться с семьей, приехавшей из Европы. те мои предки евреи из Румынии, которые жили в очень известном гетто в Нью-Йорке. Возможно, самое известное гетто за пределами Польши по всему миру. Как зовут это гетто? Знаете? Там... Восточная страна Нью-Йорка. На остров Элис мы также были недалеко от Манхэттена. Также мы в синагогу посещали, где мой отец в 1924 году проходил бармитсву. И дети просто, они ухватились, они поняли вот это все наследие, которое нам передается. И нам следует научиться, как это делать. И моя дочь Симха, она стала такой зрелой. Она шла по Нью-Йорку, держала меня за руку. Она вся одета, шла с такой ровной осанкой рядом со мной. Это было удивительно. И они изменились. Они вырастают из этого, если это правильно делать. нужно восстановить искусство и навыки, как это вообще делать. Вопросы по бармитсву? Вы можете сказать, пожалуйста, духовное, мессианское значение бармитсвы? Ребенок вырос, и теперь он взрослый, он ответственный, он может последователем еще быть. И после изучения книги и достигать зрелости, и вот эти заповеди Ишуа очень сильно отображаются в этом учении. Таким образом мы готовим наших детей. И в большинстве культур есть эти церемонии перехода от детства к взрослому состоянию. Я не верю в формальную бармитсву иудаизму. В первом веке. Но мы же видим Ишуа в храме 12 лет. И это был его переход к его ответственности. Другие вопросы? Да. Правильно ли я понял? Ребенок имеет право излагать свое вероисповедание или имеет как право идти за выбором своим? В этом смысле. like, is it like, like, the meaning of it is mostly when he confesses his faith or he is responsible for his choices? No, it's, it's both. Он принимает свою веру в Иешуа. Он принимает ответственность за свои выборы и предполагает, что он так будет следовать по заповедям Божьим. Но до тех пор, пока родители дают им деньги, родители все еще во власть. В христианской семье ребенок, достигая совершеннолетия, сознательно принимая Иешуа как своего мессию, принимает водное погружение. А в мессианском иудаизме это бар-митсва. При этом Иоанн Креститель, Иоанн Погружающий, он обращался именно к евреям с требованием креститься в очищении от грехов. Значит, ну каково место водного погружения, как посвящение себя Иешуа в мессианском иудаизме? Нужно ли оно, не нужно? Бар-митсва, бар-митсва, it's more like in messianic judaism and water-baptism is more like in Christianity. And as John the Baptist was baptized, he said, like, be baptized in remission of your sins. What is the place of water-baptism in messianic judaism? — В реформаторском, в историческом христианстве, хрещение замещает обрезание. — Крещение замещает обрезание ребенка, и поэтому вместо бар-митсвы — это как подтверждение. — Но большинство мессианских евреев следует традиции крещения, — Потому что мы видим, что крещение — это, можно сказать, полностью принять Царство Божие, войти в Него. — И это параллель крещения прозелитизма в иудаизме. — И в моей традиции, каждая бар-митсва молодого человека — то есть к тому времени каждый молодой человек должен пройти к вере Вишо и пройти водное повышение. — И мы можем об этом говорить, — И я верю, что это крещение как преобразующее событие, — которое должно предшествовать бар-митсве. — Окей. — Альберс. — Альберс. — Альберс. — Альберс. — Альберс.